К восьми месяцам тюрьмы приговорен экс-премьер Израиля Иуд Ольмерт. Еще в марте окружной суд Иерусалима признал его виновным в коррупции. Это уже второй приговор и срок для бывшего главы государства. Год назад его приговорили к восьмилетнему заключению по делу о взятках. Тем не менее, Ольмерт все еще на свободе, пока апелляцию по первому делу рассматривает Верховный суд. За решетку Ольмерт не отправится и сегодня. Суд отложил вступление приговора в силу на 45 дней, в течение которых защита попытается опротестовать вердикт. Какие у адвокатов шансы спасти экс-премьера от тюрьмы, выясним у моего израильского коллеги Евгения Савы. Он присоединяется к нам из Тель-Авива. Женя, добрый вечер. Добрый вечер, Лиза. Ну, это смотря кого спрашивать. Если спрашивать адвокатов экс-премьер-министра Израиля Худа Ольмерта, то, конечно же, не надеяться, что такие шансы есть. Шансы избежать тюремного наказания, по крайней мере, в последние месяцы, да я бы даже сказал, года, они делают все, чтобы это отложить. А несмотря на то, что экс-премьер-министр Израиля замешан сразу в четырех крупных делах, его адвокаты надеются, что ему удастся избежать тюрьмы. По нескольким причинам они считают, что он уже заплатил свое, что последние семь лет судебных разбирательств он, как бывший политик, можно сказать, вернул долг обществу. Семь лет он занимается вот этой юридической тяжбой, и поэтому с их точки зрения он свое заплатил. Иначе думают, конечно же, прокуратура, иначе думают судьи окружного суда Иерусалима, которые сегодня добавили Худу Ольмерту 8 месяцев тюремного заключения. Напомню, этот срок добавляется к 6 годам тюрьмы, которую Ольмерт получил за взятки в деле Холиленд. Это крупный строительный проект в столице. Ну и нужно помнить, что есть еще два крупных дела, которые сегодня рассматриваются Верховным судом. Все эти четыре дела, конечно же, добавляют головной боли бывшему премьер-министру Израиля. И с точки зрения его адвокатов это не конец. То есть мы еще увидим, как еще в ближайшие месяцы эти дела будут продолжаться. Ну а что же касается шансов, то высокопоставленный политик сегодня в Иерусалиме пошутил, сказал, что скорее израильтяне и палестинцы добьются мира, чем Ольмерт сумеет избежать тюремного наказания. И если вы спрашиваете здесь, в Израиле, сядет ли Ольмерт в тюрьму, то все вам ответят, да, сядет. Вопрос, когда и вопрос, на сколько, вот на этот вопрос, скорее всего, в ближайшие месяцы уже ответ даст Верховный суд страны. Лиза. Спасибо, Женя. Евгений Сова о новом приговоре для экс-премьера Израиля Уде Ольмерта.